Всем привет и добро пожаловать на мои парфюмерные посиделки. Сегодня я буду немножко ворчать, потому что тема видео, которое я уже хотела снять давно, это мои ароматные нет, то, что я не очень люблю в ароматах. И если вы смотрите мои парфюмерные видео и приблизительно знаете мой вкус, то мне кажется, будет полезно понять, что мне не нравится. И когда я не очень прям так лестно отзываюсь о каком-то аромате, то вы будете знать, почему, какие у меня предпочтения. Возможно, у вас похожи, возможно, нет. Упомяну в этом видео все ароматы, которые у меня были, и я их отдала, передарила, либо ароматы, которые я пробовала от Леванта какие-то, либо пробники, и они у меня в форгрантике находятся в категории «Ненавижу». Ненавижу, потому что в категории «Ненравится», я вам оставлю ссылку на мой форгрантик, посмотрите, что там мне не нравится. Это тоже, ну, такое, да. Я не буду сейчас перечислять все ароматы, которые мне не нравятся, да. Скажу несколько слов об ароматах, которые мне не нравятся. Чего я не люблю в ароматах? Это пачули, такие душистые, жесткие, очень явные. Пачули могут быть в ароматах, которые мне нравятся. У меня наверняка до 100% есть ароматы, в которых есть пачули, либо посерединке, либо смешано сбалансированные. Я не утверждаю, что пачули – это что-то такое вонючее, мне не нравится. Они должны быть очень слабенькие. Я знаю, что пачули душистые, это аромат афредизиак, что ли. Он такой пленящий, обволакивающий, притягивающий, но в меру. Я не очень люблю какие-то такие специфичные ноты, как лакрица, что-то такое, какие-то перцы, какие-то жесткие пряности, хотя я не исключаю. То есть это не значит, что в каких-то ароматах там какой-то перец, какая-то там корица, еще что-то мне не нравится. Нет. Должен быть какой-то баланс, комбинация, взаимоигра всех вот этих нот и компонентов. То есть мне может нравиться что-то такое, но сильно резкие, тяжелые, такие бальзамические, пряные, духмяные алкогольные ароматы я не ношу, потому что я человек чувствительный. У меня могут начаться головные боли, мне могут ароматы доводить до тошноты. Потом я не очень люблю слишком строгие ароматы, которые очень такие сухие, резкие, свежие, слишком такие зеленые, жесткие. Например, мне почему-то не очень приводит в восторг аромат от Кошарель Нуа или Нуа. Сначала мне он понравился. Он такой терпковатый, кофейный, строгий, чуть-чуть кремовый, но в какой-то момент он как-то так меня отталкивает. Я не знаю почему. Такое у меня случилось с ароматом White Tea, белый чай, Элизабет Артен. Он мне показался слишком строгий, слишком офисный. Я люблю такие ароматы. Это не значит, что если строгий, это прям такое отталкивающее что-то для меня. Но мне должно понравиться. У меня есть один аромат, который я назвала бы чистым, таким строговатым. Это Катон от Марк Джейкобс. Всё с ним хорошо. Мне ничего не отталкивает. Но если слишком какой-то такой, нету чего-то сбалансированного, чего-то какого-то мягкости, может быть какой-то сладости, слишком сухие, слишком строгие, слишком отталкивающие, это не совсем моё. Хотя может тоже понравиться, я не знаю. Я тоже избегаю слишком сильных, слишком шлейфовых ароматам, которые очень стойкие, очень такие громкие. Кто-то любит такое, кто-то покупает дорогие, не знаю, нишевые ароматы, ещё какие-то такие бренды. Чем посильнее, чем пожёстче, чем подухмянее и шлейфовее, тем лучше. Нет, для меня это не совсем моё. Я люблю такие осторожные, сдержанные ароматы. Да, они должны пахнуть, давать о себе знать, но не удушать ни меня, ни моих окружающих. Это такой мой принцип. Ещё я не очень так подружилась с очень такими ретро-ароматами. Не скажу, что у меня было их много, но я приблизительно знаю, что это. Это какие-то очень богатые ароматы. У них очень-очень много разных нот. Они раскрываются, они дают о себе знать. Ты задумываешься о них. Это очень сложные, интересные ароматы. Я пока что, возможно, и не вникала в эту тему, да, но я приблизительно знаю, это звучит ретро, это звучит старомодно, я не знаю, 80-е года или что-то. Например, Шенель номер 5 для меня это ретро. Ну, он такой, интересный. Вот. И, опять-таки, пока что с нишей я мало знакома. Я не могу сказать, что ниши для меня нет, потому что я мало что пробовала. Просто я живу в месте, где нету парфюмерных магазинов, нету интересных магазинчиков, где есть такие какие-то нишевые бренды, которых нигде не найти, а онлайн покупать вслепую я не хочу. Это, мне кажется, ну, если понравится, то хорошо, а если нет, то это, знаете, пустая террата денег, как для меня кажется. И куда мне делать эти ароматы? Первый аромат, который мне не приходит на ум, когда я думаю об ароматах, которые мне не нравятся, и я просто рада была от него отделаться, это Chopard Wish. Такой красивый камень в форме камня, как мне кажется, красивый флакон, он мне достался очень бюджетно. И этот аромат я попробовала в начале своей парфюмерной увлечённости, увлечением ароматами, это было года три назад, наверное, два или три, вот так вот. И я купила его, ничего не ожидая, я его понюхала, и такая думаю, ну, вроде неплохо, очень пряно, очень сладко, но когда я его попробовала дома, я не знала, куда деваться. Это очень сладкий, это очень насыщенный, удушающий аромат, вот как раз то, что я не очень люблю. Я читала отзывы, когда я покупала этот аромат, кто что говорит, кто-то обожает его, он такой сильно пахнущий, замечательный и так далее. Для моей тонкой натуры, чувствительной натуры, нет, я не могу пользоваться этим ароматом, он такой сладкий, удушающий, пряный, о, too much, too much. И я его отдала Маше, она говорит, что ей нравится, можно пользоваться, я очень рада, что я ей зашёл, и он не будет пропадать зря. Также я избавилась от аромата Burberry Brit Rhythm. Как я его попробовала, мне показалось, он такой свежий, вкусный, нет, вкусный, нет, свежий и стильный. Но когда я его начала разнашивать дома, какая-то вылезла нота, непонятная для меня, и она меня начала смущать. Я не знаю до сих пор, что это. Я просматривала пирамиду несколько раз, чтобы понять, чтобы я больше не совершала вот этой ошибки. Что там такого было, я не знаю. Но какая-то такая пряность, либо какая-то определённая нота, которая меня просто раздражала. Ничего не могу с этим поделать. Опять-таки отдала, и человек пользуется. Ещё припоминаю аромат от Zara. Библиотека в Лиссабоне, так он назывался. Не буду врать, выдумывать, что я там, как он на английском, я оставлю картинку. И он звучал по-мужски. У моего мужа есть один аромат. По-моему, Дэвид Бекхэм, что-то там. И он звучал очень похоже. Там тоже есть пачули. И от него пачули, ну, это ещё окей. Но я не могу их носить в такой концентрации. Этот аромат, к сожалению, не моё. Маше он понравился. Опять-таки, бедная Маша получила от меня этот аромат. Также я ей отдала, там, что-то там с Токио. Мне он показался какой-то такой мудноватый. Рис, ещё что-то там было. Я пока не знаю. Я не поняла этот аромат. Тоже от него избавилась. Абсолютный нет аромат. Он просто меня оттолкнул. Я не знаю... Да, я знаю людей, которые его любят, но у меня он... Я не могу, я не могу. Это инжир от Элизабет Орден. Я знаю, как звучат ароматы Элизабет Орден. У них есть разные там темы, нектарин, гранат, ещё что-то. Но вот именно вот этот инжир, я его не поняла. Я не смогла даже его нюхать. Я его даже на себя не наносила. Это что-то отвратительное лично для меня. Вот этот инжир, какой-то листок инжира, что-то такое... Не парфюмерный даже для меня. Он мне даже как-то парфюмом не пах. Я не знаю, что за моя проблема с этим ароматом. Дальше у меня будет список ароматов Эйвен, которые я не смогла полюбить. Эйвен Лакс Премьер, по-моему. Такая красивая бутылочка. Красивый аромат. Я его так поняла, но носить не смогла. Он у меня... Простите, я не видела там никакого Уда, но мне он Удовый показался слегка. И вот какой-то такой... Отдала маме. Я надеюсь, что она им пользовалась. Ещё один аромат, который мне показался слишком тяжёлый, я не смогла его носить. Душистый, пряный, слишком такой гламурный. Это Эйвен Фар Уэй Гламур. Следующий аромат, опять-таки, эти жёсткие пачули, которые меня просто удушали, это Эйвен Хер Стори. Аромат, который, может быть, сейчас я... Пользовалась бы им, не знаю, но в тот момент, когда я купила Эйвен Ив Алирин, мне он не понравился. Мне он показался сладкий и слишком нудный такой, какой-то такой тягучий, такой... Есть такие ароматы, которые... Сладкие, я люблю сладкие ароматы, но мне нужен какой-то баланс, какой-то цветочек, какая-то лёгкая фруктовость. Я не люблю слишком приторные, такие нудящие ароматы. Есть ещё один, который я сейчас упомяну. Эйвен Рэр Голд. Я люблю Рэр Перл, а вот этот Голд альдегидный, слишком альдегидный для меня. Это ещё одна нота, которая не совсем моё. Немножко ретровый он. Я так думала, буду пользоваться, не буду. Я сходила около него, думала, потом думаю, ах, что буду себя мучить. Опять-таки, передарила. Эйвен Лак слишком ванильный и простой. Ни о чём не показался. Многие любят его. Я почему-то не стала фанатом. Также отвратительнейший аромат, который я просто хотела быстро смыть. Это, опять-таки, линейка Эйвен Рэр. Но, по-моему, Сапфир он назывался, если я не ошибаюсь. Синий такой флакон красивый. Давно его уже нету. Но у меня была возможность в прошлом году его попробовать в одном магазине. Были какие-то остатки. Какая-то назойливая, нудящая нота. Не знаю, что там было. Не зашёл мне абсолютно. Один аромат, который я покупала в поиске гурманских, вкусных, десертных, сладких ароматов, он был бюджетный. Это Жан-Ортес, который называется Бум Кэнди Лэнд. Такая фиолетовая бомбочка, упаковка. Пуковка прикольная. Он сладкий, он десертный и вкусный. Но что-то меня немножко так отталкивает в этом аромате, и мне не хватает в нём какой-то немножко сбалансированности, цветочка, какой-то фрукт. Я не знаю, что-то меня всущает в этом аромате. Он слишком такой пенетрантный. И я его смешиваю с ароматами, которые у меня есть, которые слишком строгие. Внимание! Я сделаю обязательно видео комбинации ароматов, которые вот сами по себе мне не нравятся, а когда их смешивают, получается очень даже неплохо. Вот я пользуюсь этим ароматом, потому что он прям какой-то противный, невозможно пользоваться, но мне в чём-то чего-то не хватает в нём. Поэтому я его смешиваю с другими ароматами, которые мне не нравятся, потому что они слишком сухие, строгие, слишком такие какие-то... Чего-то им не хватает сладкого. Вот так. Слишком сладко, слишком строго, соединяем, и получается моя любимая комбинация. Дальше. Аромат, который мне очень напоминал одушки или какую-то определённую одушку ухода керастаз, это Вера Вон. И там есть ирис. Это я точно помню. Мне нравился этот аромат, но носить я на себе его не смогла. Он как-то меня немножко не радовал. Что-то там было такое нудящее, свинящее, что-то такое. Не очень мне нравился этот аромат. Нет, мне он нравился, но носить я его не смогла. Вот, как бы я сказала. Следующие ароматы, которые я носила, у меня была подборочка таких вот маленьких одеколончиков. Речь идёт о бренде Акваколон 4711. Это очень бюджетный бренд и часто сравнивают их с одеколонами если я не ошибаюсь, Акваллегория, какие-то определённые запахи или ещё что-то. В общем, это одеколоны и они не такие насыщенные, как туалетная вода либо парфюм. Но я когда их носила, меня кто-то спрашивал, а что это такое? Так звучит приятно. Приятные ароматы, но у них простые такие пирамиды, например, какой-то там базилик и мандарин, лимон и перец, вот такой кардамон, ещё что-то. Необычные комбинации, но они мне часто звучат слишком строго, даже по-мужски. И у меня один, кстати, стоит, по-моему, лимон и имбирь. Вот этот ещё неплохой, но все остальные что-то как-то не моё. Я часто покупаю вслепую, я очень долго смотрю, продумываю, и я была уверена, что этот аромат мне понравится. Это не помню, как называется бренд, что там Хэллоуин Кис Ла-ла-ла. Картинку вставлю, конечно же, я не знаю, что такое с этим ароматом, но я его не слышу, так как слышат его другие. Может быть, он и испортился, возможно, он не настоялся ещё, он звучит искусственно, металично, неприятно, по-мужски, там какая-то кола должна быть, какие-то фрукты и сладости, где это всё, я не знаю, это одно из самых больших моих разочарований вообще в жизни. Неприятнейший аромат, от которого я чуть не пл, потому что я недолго задумываюсь, о, Диор, мисс Диор, по-моему, неплохие ароматы, пшик-пшик, села в машину, поехала, и я такая сижу и не могу, розы, вонючие, старомодные, неприятные, ба, роза, которую я не хочу слышать в ароматах, ба, очень-очень неприятная, я не знаю, как можно создать такой аромат и думать, что он кому-то нравится, не знаю, это нужно быть каким-то фанатиком розы, она звучит там затхло, очень старомодно, очень неподевичье, очень неприятным, это Диор, мисс Диор, которые перевыпустили и, по-моему, либо 21-й год, либо 20-й, я не знаю, один из самых новых, Жан-Поль Гутье, скандал, упаковка, прикольная, я нанесла его и опять-таки захотела смыть, это слишком медовый, слишком сладкий, слишком насыщенный, слишком тяжелый аромат для меня, опять-таки, буду повторяться после каждого аромата, кому-то такое может не нравиться, да, но для меня это дешевый масс-маркет, он звучит некрасиво, неприятно, безвкусно, знаете, есть такие очень бюджетные, копеечные ароматы, которые просто сладко пахнут, убивают вас своей сладостью, вот так мне звучит этот аромат, недостойно люксовому брену, недостойно его цены, нет, нет-нет-нет, это мое мнение, и один из последних ароматов, который я, не скажу, что я его ненавижу, у меня есть даже миниатюрочка, это уже классика, вот смотрите на эту прелесть, разве не милота, «Толанкома Винь Эдбель», это уже классика, это типичный девичий женский аромат, я его не люблю, я бы его себе никогда не купила, и я знаю, как он звучит, я его узнаю на других, может, потому что, может, поэтому мне он и не нравится, потому что он такой популярный, он шлейфовый, очень сладкий и какой-то ни о чём, он бесхарактерный, он, да, он узнаваемый, но он для меня никакой, слишком-слишком сладкий, слишком, чего-то, очень много ванили, и девичий, да, но опять-таки, лично для меня, это безвкусный аромат, кто-то обидится, если услышит о своём любимом аромат, и для меня это безвкусный аромат, и я знаю, что кому-то не нравится то, что нравится мне, например, я люблю аромат Be Delicious, это на Коран, мой муж не очень любит, и я знаю, очень многих, кто не любит этот аромат, а я люблю, мне нравится вот этот огуречный, яблочный, вкусный, сладкий аромат, хотя, бывают моменты, когда я его наношу на свет, думаю, ба, вот это сладость, вот это вот, это такой какой-то вот Be Delicious, ну, узнаваемый аромат, но, наверное, я купила его из ностальгических соображений, когда я была студенткой, я хотела этот аромат себе, но я не могла себе его позволить, в оригинале имею в виду, потом я его купила, и такая, думаю, ой, какой же вкусный, вкусный, вкусный аромат, и даже вот, не относясь к врагам этого аромата, я всё равно его, слишком честно, не наношу, потому что он какой-то такой, надоедает быстро, что ли, вот такие пироги, как говорится, такие вот ароматы, надеюсь, вам было интересно, напишите мне обязательно, какие ароматы вы не любите, не переносите, или покупали вслепую, и это была ошибка, может быть, какой-то аромат, который вы просто на дух не переносите, будет интересно, давайте ворчать в комментариях, пока-пока! пока-пока! пока-пока!